В эфире программа «Городские подробности». Мы расскажем вам о самых актуальных и интересных событиях прошедшей недели. В студии Денис Куклин. Здравствуйте! В начале выпуска «Город за 7 дней» – обзор самых значимых событий прошедшей недели. Уже в 14-й раз в нашем городе прошел татаро-башкирский праздник Савантуй. В этом году в нем приняло участие более 140 гостей из Татарстана. В составе делегации – народные творческие коллективы республики. Архангельский регион и Республика Татарстан – это как сильные культурные, так и деловые связи, которые крепнут год от года. Здесь представлены 107 национальностей, которые объединены и активно действуют в диаспорах, общественно-культурных автономиях, землячествах. Вот здесь татар в данном случае более трех тысяч. Поэтому живем дружной поморской семьей. И очень важно, чтобы культура того или иного народа, язык, духовность, они были показаны. Во время праздника каждый желающий смог принять участие в национальных играх Савантуя. В соревновании на кушаках карэш, беги в мешках и перетягивании каната. А в завершении концерта горожане получили особенный подарок – выступление популярной российской певицы «Глюкозы». Рабочая неделя у мэрии Архангельска традиционно началась с общегородской планерки. Как было доложено мэру Виктору Павленко, сегодня продолжаются работы по устранению дефектов на теплосетях. Согласно графику, плановый ремонт проходит в Саламбальском округе. Главы округов также отчитались о проведении работ по благоустройству в рамках городского двухмесячника. Виктор Павленко обратил особое внимание участников совещания на дорожный вопрос. Ремонт автовагистралей этим летом не должен быть затянут. Я понимаю, что есть там определенные конкурсные процедуры, но их надо максимально тоже в короткие сроки проводить. Поэтому мне четкий график представьте, значит, проведение, и когда начнутся там, чтобы мы довели до сведения граждан. Еще раз четкий график проведения этих основных работ. В адрес предприятия «Водоканал» поступило письмо от губернатора Игоря Орлова с требованием вернуть 185 миллионов рублей, которые правительство региона выплатило Европейскому банку реконструкции и развития, как гарант по кредиту, полученному водоканалом. Напомним, договор между областью и банком был подписан в 2005 году. Предмет договора о модернизации систем водоснабжения Архангельска, но и неэффективное тарифное регулирование областного агентства по тарифам и ценам сделало водоканал убыточным предприятием, а обеспечение дальнейших платежей Европейскому банку невозможным. И сегодня правительство области, действуя в рамках гарантийных обязательств, требует предприятия вернуть внушительную сумму, что фактически приведет водоканал к банкротству. Затраты по кредиту ИБРР никаким образом не включались при утверждении тарифов. Поэтому, не имея строки, не имея обоснования в бюджете предприятия для того, чтобы оплачивать кредит, начиная с 2012 года мы и не смогли оплачивать. До 2012 года, когда была осуществлена выборка более 200 миллионов рублей, предприятие смогло оплачивать и проценты по кредиту, и оплачивать, возвращать основную задолженность. Это более 40 миллионов рублей мы по основной задолженности возместили. Поэтому нет затрат в тарифе, не учтено это никак, предприятие не смогло это оплачивать. И следует учитывать, что на операционную деятельность, на производственную деятельность предприятия также ежегодно финансирование закладывалось с убытком. То есть более 200 миллионов рублей, начиная с 2011 года, предприятие ежегодно несет убытки. На сегодня накупленный убыток более 700 миллионов рублей. Поэтому заплатить предприятие не имеет никаких финансовых возможностей. Видя, что никаких решений не принимается, договор гарантии, фактически заключенной администрации области с ЕБРР, тоже не выполняется, а там написано, что заемщику должна возмещаться вся недополученная выручка, образовавшаяся в результате неповышения тарифов. Договор не выполняется, соответственно, ЕБРР вынуждена была обратиться с таким требованием, одномоментно погасить всю имеющуюся на данный момент задолженность. Таким образом, неэффективное тарифное регулирование и отказ правительства области как гаранта по кредиту от принятия своевременных решений привело к замораживанию программы модернизации водопроводного хозяйства Архангельска. Архангельск празднует 80-летний юбилей пограничного управления ФСБ России. Накануне мэр Виктор Павленко встретился с руководством Центрального пограничного ансамбля этого ведомства. История ведущего музыкального коллектива ФСБ страны насчитывает более 70 лет. Музыканты давали концерты в десятках стран мира. И уже завтра вновь подарят свое творчество горожанам в Архангельском городском культурном центре. Муниципалитет поддерживает очень тесные контакты по грануправлению. Иначе быть и не может. Вовремя и оперативно выделили землю по строительству дома в управлении ФСБ, в котором находится управление пограничное построили. И ряд других вопросов решаем. Вот сейчас серьезное строительство идет базой морских пограничников. Правительство Архангельской области требует от предприятия «Водоканал» вернуть 185 миллионов рублей. Эти деньги правительство выплатило Европейскому банку реконструкции и развития как гарант по кредиту, полученному «Водоканалом». Выплата такой крупной суммы областному правительству фактически обанкротит предприятие. Как следствие, система водоснабжения и водоотведения города может попросту перестать работать. Чем грозит такая ситуация жителям Архангельска, понятно без слов. В подробностях кредитной истории разбиралась Екатерина Грицыенко. Выплачивая в марте этого года 185 миллионов рублей Европейскому банку реконструкции и развития, правительство области действовало в полном соответствии с договором гарантий, который Архангельская область и Европейский банк подписали в 2005 году. Речи о том, что средства эти немедленно будут взыскиваться с предприятия, не шло. Возможно, для того, чтобы оно было утверждено депутатами областного собрания. Естественно, предприятие не смогло возместить эту сумму. Во-первых, сумма значительная. Это двухмесячный бюджет предприятия. Эти деньги необходимы для обеспечения очистки и подачи воды в город. И приемы очистки стоков. Остановить деятельность предприятия в этой части, конечно же, мы не можем. Нельзя прекратить оказание услуг населению. Договором гарантии предусмотрено. Правительство области должно утверждать тарифы на водоснабжение и водоотведение в соответствии с расчетами МУП «Водоканал». А в случае неутверждения тарифа в соответствии с требованиями заемщика, то есть МУП «Водоканал», выделять компенсацию из областного бюджета. Ни то, ни другое не было сделано и время было упущено. Начиная с 2011 года регулированием тарифов области водоснабжения и водоотведения занимается администрация области. Все решения о всех решениях и администрации, а агентства по тарифам, которые под контрольной администрации, все извещены. Все знают, к чему это может привести. Поэтому, начиная с 2011 года, задолженность накапливалась. Затраты по кредиту ИБРР никаким образом не включались при утверждении тарифов. Поэтому, не имея строки, не имея обоснования в бюджете предприятия для того, чтобы оплачивать кредит, начиная с 2012 года, мы и не смогли оплачивать. До 2012 года, когда была осуществлена выборка более 200 миллионов рублей, предприятие смогло оплачивать и проценты по кредиту, и оплачивать, возвращать основную задолженность. Это более 40 миллионов рублей мы по основной задолженности возместили. Поэтому нет затрат в тарифе, не учтено это никак. Предприятие не смогло это оплачивать. И следует учитывать, что на операционную деятельность, на производственную деятельность предприятия также ежегодно финансирование закладывалось с убытком. То есть более 200 миллионов рублей, начиная с 2011 года, предприятие ежегодно несет убытки. На сегодня накупленный убыток более 700 миллионов рублей. Поэтому заплатить предприятие не имеет никаких финансовых возможностей. Видя, что никаких решений не принимается, договор гарантии, фактически заключенной администрации области с ЕБРР тоже не выполняется. А там написано, что заемщику должна возмещаться вся недополученная выручка, образовавшаяся в результате неповышения тарифов. Договор не выполняется, соответственно, ЕБРР вынуждена была обратиться с таким требованием одномоментно погасить всю имеющуюся на данный момент задолженность. Но этой ситуации можно было бы избежать. Еще два года назад мэрия предупреждала, чем может закончиться политика области в отношении водоканала и предлагала способы выхода из этой ситуации. Начиная с 2012 года, когда стало ясно, что мы не сможем своевременно рассчитываться в необходимых объемах, проведено очень много совещаний. Совещания проводились в администрации области. Нас привлекали к этим совещаниям. Мэрии города предлагалось в 2012 году решить проблему платежа одного квартала. То есть, если бы были заплачены в 2012 году 11 миллионов своевременно банку, продолжилось бы финансирование. И самое главное, что можно было бы продолжить и сами работы. Сегодня работы ведь не закончены. В 2012 году снова на неоднократных совещаниях мэрии предлагается найти возможность возместить предприятию недостающую выручку, опять же, только для платежа по кредиту и БРР. Более 40 миллионов рублей решений также не было принято. Таким образом, неэффективное тарифное регулирование и отказ правительства области как гаранта по кредиту от принятия своевременных решений привело к замораживанию программы модернизации водопроводного хозяйства Архангельска. На начало 2013 года из 346 миллионов рублей кредита было израсходовано только 203 миллиона. Оставшаяся сумма должна была пойти на завершение строительства кольцевого водовода, ввод в строй которого позволил бы избежать отключения водоснабжения при неисправностях на тысячники. При условии своевременных выплат банку финансирование проекта было бы продолжено, подрядчики закончили бы работы, мы имели бы возможность в первую очередь кольцевого водовода запустить в эксплуатацию и использовать сегодня при проведении различных отключений, которые мы проводим на тысячники при проведении аварийных работ. То есть у нас бы эта часть кольцевого водовода в 2 километра, она была бы в рабочем состоянии и самое главное она бы использовалась для поддержания улучшенных параметров системы водоснабжения. Я уже сказал, что вот решить вопрос можно было суммой в 11 миллионов. Продолжилось бы финансирование, закончены были бы работы. Но политика правительства Архангельской области привела в итоге к приостановке реализации проекта и кольцевой водовод до сих пор не достроен. 143 миллиона рублей кредитных средств не использованы. А город в итоге может оказаться на пороге коммунальной катастрофы. Меньше ям, больше дорог. Каждый день проезжая часть областного центра преображается. Активная работа по ремонту дорог в Архангельске, начавшаяся еще в апреле, дает свои результаты. Где побывала ремонтная техника на прошедшей неделе, в нашем следующем сюжете. Всего в разных округах города работают пять бригад со специальной техникой. И с самого начала дорожно-ремонтной кампании они трудятся в две смены. Такие усиленные темпы привели к устранению асфальтовых несовершенств на нескольких сотнях участков городских дорог. Сначала происходит резервание участка, потом выметание и проливка обитомной мастикой. Дальше закладывание асфальтобетонной смесью типа МГЭ и дальнейшее уплотнение его ручным катком. Каток предприятия «Архкомхоз» уже проехал по улицам Бадигина, Сибиряковцев, Теснаново, а также... На улице Урицкого, на улице Тиме, от Смольного Буяна до Урицкого, на перекресток проспект Новгородский-Урицкий, улица Гагарина в районе предмостной площади. По данным специалистов, на 18 июня в Архангельске выполнен текущий ремонт 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Также у нас наместено выполнение работ за счет средств Дорожного фонда. Это 13 объектов и 3 дорожных неровностей. Общая сумма 76 миллионов рублей. Сегодня у нас адреса Гагарина от Кузнечевского моста до отводного канала на 24 миллиона, улица Шибалина 4,5 миллиона, площадь профсоюзов, это от Яна-Кронштадтского дорожа Лексимбург. Жители острова Краснофлотский обращались к мэру Виктору Павленко с просьбой уложить асфальт на улицах этого поселка. И на днях там также были проведены работы по обновлению дорожного полотна. На прошедшей неделе участники ТСЖ нашего города встретились с мэром Виктором Павленко. Вопросов у собственников жилья накопилось очень много. Это и новые правила капремонта, и тарифные изменения в сфере ЖКХ. О чем еще говорили жители с градоначальником в материале Артемия Заварзина. Региональная программа капремонта многоквартирных домов сегодня продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем. Коснулись ее и участники встречи, отметив, что многие ТСЖ уже открыли спецсчета, чтобы самостоятельно распоряжаться средствами на ремонт. Председатель ТСЖ Соломбола Любовь Леонтьева озвучила еще одну инициативу. Это жилой фонд, это самая такая проблема, это такая самая болезненная. Ведь 90%, 70%, 90% у вас все равно вопросы по ЖКХ. Может действительно какой-то комиссис собрать или еще что-то пока ремонт? Мэр Виктор Павленко эту идею одобрил, поделившись своим видением вопроса. Градоначальник отметил, что идея муниципалитета о создании городского фонда, к сожалению, не была принята. Мы хоть понимали бы сами, сколько у нас денег, чего, как, куда их перекинуть, возможно ли их с какого-то бюджета, возможно ли какая-то субсидировать. Я, честно говоря, тоже настраиваю, и мое, моя точка зрения, управляющие компании должны спецсчета открыть. Пусть и там с разрешения фонда и так далее, ну хоть что-то там будет, как-то видно, что копится, что не копится. Все-таки надеюсь о том, что будет какой-то, ну в этом смысл был, какой-то государственный смысл был, в том, что там появятся и банки будут субсидировать и так далее. Разговор также шел и о работе муниципальных предприятий, в частности, спецавтокозяйства. Собравшиеся отметили его оперативность в части вывоза мусора и наведения порядка. Еще одна тема встречи – изменения в федеральном законе о местном самоуправлении, который предполагают дробление города на округа со своим бюджетом и системой управления. Нововведения председателей ТСЖ комментируют так – надо объединяться, а не разъединяться. «Поскольку город, значит, как единый организм, с одной системой, его растащить на сегодня на районы невозможно, потому что что в основе салона было, предприятия лежат, что там будет. То есть у нас другой район, чисто спальня получается, где-то. А работают люди так, и транспортная система, иначе будет опять, да. То есть мы придем, значит, к ситуации коллапса». Время ближайшей встречи Виктор Павленко уже назначил, пригласив собравшихся на празднование юбилея Архангельска. В Архангельске продолжается конкурс «Улучший архангельский дворик». Его итоги подведут в рамках празднования юбилея поморской столицы. Накануне оценочная комиссия конкурса посетила округ Варавина-фактория. К названию детского сада «Полянка» так и хочется добавить – чистая и уютная. Ухоженные газоны, свежая рассада цветов, благоустроенные игровые площадки. Даже к хозяйственным объектам – хозяйский, творческий подход. И вся эта работа – заслуга большой команды. «Педагогов хочется отметить, и работу дворников, которые, ну, знаете, самые такие у нас незаметные люди, да, и работу родителей, потому что действительно хорошие помощники. Ну и когда появляются такие конкурсы, хочется принять участие». Изъявили желание стать конкурсантами и жители дома 32, корпус 4 по улице Воронина. Наведение порядка во дворе для жителей дома по улице Воронина – процесс ежедневный, непрерывный и всегда творческий. Вот и на глазах нашей съемочной группы – обычная шина от автомобиля превращается в изящного лебедя. Такие позитивные изменения в жизнь своего двора вносят активисты дома, среди которых и претендент на звание лучшего дворника Юрий Митинев. Благодаря ему каждый житель дома знает – чисто там, где не сорят. «Даже дети маленькие ходят там какие-то два годика. И бумажку подобрал, и в мусорный ящик. Папа или мама принимает». «Мы приучаем, приучаем детей, потому что дети у нас тоже и маленькие всякие, да, все выросли здесь». А потому с уважением относятся к трудам своих соседей. Оценила их и конкурсная комиссия. Насколько высоко – узнаем 29 июня, в день празднования юбилея Архангельска. 29 июня центральная улица города превратится в реку, и по ней пройдут корабли. Чем еще будут удивлять жители Архангельска в день города, журналистам рассказали на пресс-конференции, посвященной празднику. Программа празднования юбилейного дня рождения Архангельска более чем насыщенно длится. Она будет четыре дня. Например, здесь в Театре драмы 27 июня выберут «Мисс Архангельска-2014». А вот на Чумбаровке 29 июня закружится ремесленная карусель. Здесь будет работать традиционный город мастеров. Чем удивит и чем заполнится горожанам и гостям Архангельска и его юбилейный день рождения, сегодня рассказали на пресс-конференции в мэрии. Вся следующая неделя в поморской столице праздничная. Первое большое событие в рамках торжеств – крестный ход с мощами родителей Пресвятой Богородицы, святых Иакима и Анны. На следующий день, 27 июня, в Соломболе грянет традиционный бал на Соломе – Соломбал. Но, конечно, главные юбилейные события случатся в последнее воскресенье июня. Главный наш, скажем, слоган – «Помни о прошлом, живи настоящим, думай о будущем». Вот, собственно, это главная линия всех праздничных торжеств, которые у нас будут проходить красной нитью через все три дня – 27, 28, 29 июня. В свой юбилейный день рождения Архангельск превратится в большую книгу, на страницах которой каждый прочтет о четырехвековой истории города над Двиной. Такой образ вдохновлял режиссерскую группу праздника. 29 июня по Троицкому пройдет театральное шествие. Сам проспект будет превращен в огромную реку, волны которой пронесут пять символических кораблей. Эти корабли поплывут по Троицкому и будут приплывать к пяти причалам. И затем все наши корабли перемещаются на центральную площадку, и там будет большое театрализованное представление «Град над Двиной». В «Град над Двиной» уже собираются гости. Так, в рамках совместной федеральной программы «От Белого моря к Черному» и «От Черного моря к Белому», поддержанной Министерством культуры России, в Архангельске выступят два легендарных хора – «Северный русский народный» и «Кубанский казачий». Пройдет и концерт рок-группы Юрия Шевчука «ДДТ». Конечно, ждут и гостей из городов-побратимов. Приезжают официальные делегации поздравить нас с днем рождения из нашего города-побратима Эмдена, из Польши, из Слупска. Приезжает наш город-побратим Аждот, Израиль. Приезжает город-побратим Сухум, Абхазия и Швеция, Керуна. Спортивные, народные, молодежные площадки. Праздник, обещают организаторы, будет интересен всем горожанам. От турнира по Лазертагу до ресторанов под открытым небом. Буклеты с программой празднования юбилея города можно будет получить в киосках Роспечати. Кроме того, полная информация о торжествах выложена и на сайте Мэри Архангельска. В эфире была информационная программа «Городские подробности». Смотрите нас и в интернете на портале правдосевера.ру. В студии был Денис Куклин. Хорошего вам воскресного дня и увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова